Итак, друзья мои, продолжаем записывать наше видео по следам публикаций в Инстаграме. Это видео имеет прямое отношение сразу к нескольким записям в Инстаграме, которые имеют примерно одинаковые реакции. Итак, стоит написать о том, что витамин С не помогает при ОРВИ. Ну, собственно говоря, вот нет исследований, которые это доказывают. Как тут же огромная количество людей пишут, что нам всю жизнь помогает. Или банки, они не помогают. Или парить ноги не помогает. Вот как только что-то подобное, тут же миллионы, ну ладно, миллионы это я загнул, но тысячи комментариев на тему, да мы всю жизнь так лечились, как мы вообще раньше вылечились, как мы выжили, не зная, что нельзя ставить горчичники и парить ноги. В общем, все это брехня, так нельзя, это неправда, нам помогает. Вот поэтому, собственно говоря, вот такое одно видео, один ответ на все эти комментарии под, наверное, назвать это можно только так. А нам помогает. Итак, друзья мои, для лечения каких болезней применяют такие очень полезные с точки зрения многих методики, как парить ноги, ставить банки, ставить горчичники, глотать оскорбинку, мазать нос оксалиновой мазью и так далее. Для чего все это? Все это придумано для лечения чего? Острореспираторной вирусной инфекцией. Вирусной инфекцией. Вот бейтесь головой об стенку, что хотите, делайте, но у человека с нормальным иммунитетом это пройдет за неделю, максимум, а скорее всего за пять дней. Если же иммунитет ненормальный, то опять-таки можете биться головой об стенку в прикуску с оскорбинкой, но получите кучу осложнений. Таким образом, что бы вы ни делали, организм, организм победит за пять-семь дней. А теперь представьте себе, вы маленький ребенок, маленький ребенок, вам три-четыре-пять лет. Вот вам, я вот помню это по себе, как мне пять лет, я лежу, накрытый одеялом, у меня озноб. Тут приходит мама, которую я не видел целый день, она была на работе. Она пришла и поставила мне горчичники. Вот мне ставят эти горчичники. После этого меня закутывают каким-то одеялом. Рядом сидит мама, рассказывает, надо потерпеть. Эпизодически заходит папа. Я говорю, он до сих пор терпит. Ах, какой замечательный мальчик. Он будет обязательно вообще героем нашей страны. Как он может терпеть? И все меня хвалят. И вот я понимаю, что для меня горчичники, это же ассоциация с моим детством, с моими родителями. И я четко, вот как ребенок понимаю, что а, болезнь равно горчичники. В моей семье ставили горчичники, кому-то ставили банки, кому-то мама говорила, ой, по-моему, у тебя заложен нос, срочно прими две таблетки аскорбинки. И что бы мы ни делали, мы выздоравливали. И мы убеждены на уровне подсознания, наши родители не могли ошибаться. Наши родители все сделали правильно. И мы все это делали и выздоравливали. Ребят, мы выздоравливали не потому, что это делали. Мы выздоравливали, потому что система иммунитета за пять дней распознает вирусы, вырабатывает антитела и вирусы нейтрализует. Ну вот так Боженька придумал. Поэтому вы можете сколько угодно продолжать парить ноги, ставить банки и горчичники, мазать на секс алиновой мазью, глотать аскорбинку. Но только, пожалуйста, не надо спорить с доктором Комаровским, который озвучивает не свое личное мнение. Я, может быть, тоже с огромным теплом вспоминаю теплые руки мамы и горчичники. Эта позиция не моя, потому что в двадцать первом веке проведено ну просто огромное количество исследований, которые доказывают, вы выздоровели не благодаря горчичникам, а несмотря на горчичники. Поэтому делаем вывод, самый главный, вы можете всем этим заниматься, никто вам не запрещает, но постарайтесь сделать так, чтобы это было безопасно. Ну хотя бы, чтобы не издеваться над собственным ребенком, не рисковать его жизнью. Если бы вы видели ожоги дыхательных путей после паровых ингаляций, ожоги кипятком после того, как кто-то кому-то парил ноги и так далее, и так далее. Господи, вы не представляете, сколько трагедий со всем этим связанных. Поэтому еще раз прошу, держите себя в руках. Лечить острую респираторную вирусную инфекцию это значит... Ну давайте по пунктам. Первое. Первое. Не мерзнуть. Тепло одеться. Второе. Второе. Сделать все, чтобы ваш ребенок или вы, неважно кто, дышал чистым, прохладным, влажным воздухом. То есть норма 50-70 процентов. Температура не выше 20, оптимально 18. Но еще раз говорю, не мерзнуть. Третье. Третье. Не заставлять ребенка есть. Хочет — ест. Не хочет — не надо. Четвертое. Четвертое. Обильное питье. Пятое. Пятое. По показаниям лекарства. А лекарств три. Пять А. Средства для пероральной регидратации. Вот кто не помнит, что это, заходим, смотрим видео. Вот тут вот под нашим видео будет в описании, да? Итак, первое. Средства для пероральной регидратации. Второе. Солевые растворы, чтобы не засохла слизь в носу, капая в носик. И последнее. Жаропонижающие средства. По показаниям. Какие показания? Читаем, смотрим. Их всего два. Барацетамол и бупрофен. Вы всего этого не хотите? Вы хотите закутать ребенка в тепле, в жаре? Обмазать его козьим жиром? Поить молоком с медом? Засовывать в него какой-нибудь еще жир внутрь? Ой, ребята, просто страшно перечитать все то, что вы творите. Тем не менее, наши дети настолько здоровы, что ухитряются выздоравливать, несмотря на наше лечение. Тем не менее, искренне желаю всем вам благоразумия. И, конечно же, не забывайте подписываться на наш канал. Всем пока. Удачи. Субтитры подогнал «Симон»!